Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом, и сегодня речь пойдет о Геральдике. Это такая вспомогательная историческая дисциплина, которая помогает понять нам, кто есть кто в средневековой и не только средневековой истории. Геральдика – это наука о гербах, но не только. Итак, все началось с «Рыцарей Гербы» Римма Алдониной. Это книжка для самых юных читателей, буквально младшего школьного возраста, которые уже знают, кто такие рыцари, когда были средние века, почему они не ездили на автомобилях и так далее, но еще не разбираются во всех тонкостях того антуража, который сопровождает эту эпоху и протягиваются буквально в наши с вами дни. Потому что на самом деле то, что мы видим вокруг, это все порождение предыдущих столетий, прожитых человечеством. Если нам кажется, что дворянские гербы, различные узоры витиеватые, украшающие генеалогические древа современных потомков знаменитых родов – это все так, декор, то мы сильно ошибаемся. Все это вошло, как говорится, в поте кровь современной культуры и является неотъемлемой частью того, что мы видим вокруг. Эмблемы и логотипы – символика всех спортивных команд, гербы государств, стран и различных организаций. Это все абсолютно становится гораздо яснее и ближе к пониманию, если вы знаете вообще хоть какие-то основные принципы Геральдики. В книге рассказано про то, как все это начиналось. Вот прекрасные совершенно Форзац и Нагзац, они толкуют нам символику гербов. Толкуют, конечно, обобщенно, там есть тысяча и одна тонкость, географическая, хронологическая, там по-разному все это трактуется. Но вот какие-то основные элементы могут быть вполне представлены именно с этой символикой, именно с этими значениями. Хотя, допустим, дракона как символ нечистой силы я бы оспорил. Это не совсем нечистая сила, скажем так. Имеется в виду, конечно, западноевропейская традиция, потому что на Востоке дракон, например, совершенно другое обозначает. Итак, гербы все началось с рыцарей. Действительно, рыцари в схватках, в боях должны были отличать своих от чужих. Причем ограниченность обзора, вызванная забравом шлема, очень серьезная. Тяжелые вообще условия, в которых рыцарь сражался, когда, собственно говоря, некогда было выполнять команды, да и обращать внимание на то, кого именно ты рубишь и колешь. Значит, приводили к потерям среди своих, скажем так. Этим были озабочены еще в античные времена военачальники и мудрые люди, которые организовывали военные действия. Отсюда знаменитые гребни из конского волоса на шлемах, которые, во-первых, делали солдата выше, заметнее на поле боя, что в то время, когда стрелковое оружие было развито совсем не так, как сейчас, в общем, не являлось таким уж недостатком. Во-вторых, позволяли отличать своих от чужих, а командиров от рядовых. И в-третьих, конечно же, служили украшением воина, потому что это устрашающий такой гребень, да и украшающий его одновременно. Как говорили спартанцы, которые заставляли всех солдат перед боем тщательно причесываться, как это было принято в те века, умасливать волосы специальным маслом и укладывать их в затейливые прически на голове. Речь идёт именно о мужчинах-воинах. Почему? Потому что они говорили, что хорошая прическа делает красивых солдат ещё красивее, а некрасивых страшнее, что тоже хорошо. Вот такие вот затеи. И всё это вылилось в эмблемы, которые рыцари стали самопально, по собственной инициативе, рисовать у себя на щитах, потому что это наиболее доступная плоская поверхность, на которую легче всего нанести какой-либо узор или надпись. Надпись – это девиз. Девизы были самые разные. Писались они первоначально исключительно на латыни, потому что это был язык международного общения, и рыцари из разных земель, встретившись в поединке или на поле боя, легко могли прочитать девиз друг друга, если вообще умели читать. Обычно всё-таки просили кого-то, значит, посноровисти, интеллектуально этим заниматься. Очень интересные трактовки того в этой книжке, как всё это развивается в современные века, потому что можно бесконечно ковыряться в прекрасных совершенно подробностях того, как были устроены гербы, щиты, значит, какой элемент что обозначает, как оспаривались эти элементы, во имя чего они наносились на эти гербы и так далее, как менялись гербы, там можно было себе придумать, заказать, вернее, герб геральдический, и потом менять какие-то его детали, специальные люди и комиссией этим занимались и так далее, это огромное количество исторических подробностей, которые детям, может быть, знаете, неинтересны. А вот интересно знать, как это сейчас развивается. Почему в одной лапе у орлана, белоголового орлана, на гербе США, значит, стрелы, пучок стрел, а в другой лавровая ветвь. Почему герб украшается затейливыми элементами в виде таких вот лоскутков или завитушечек, видели вы все их сто раз, да, вокруг герба такие. Это лохмотья, значит, которые повелись со времен крестовых походов. Это очень хорошее объяснение имеет, потому что рыцарь с лохмотьями вокруг шлема, это рыцарь, который закрыл шлем накидкой из белой ткани, поскольку на раскаленном солнце Палестина это невозможно совершенно было находиться, и они хоть как-то пытались охладиться вот в этих накидках. Естественно, накидка развивалась, ее рубили там саблями враги, ее, значит, она цеплялась за все и, значит, превращалась вот в эти вот лохмотья, которые потом стали декоративными завитками и так далее. Таких вот любопытных подробностей в книге очень много. И все это плавно перетекает в нашу современность, где огромное количество того, что происходит прямо на наших глазах в наши дни. Это гербы городов, это, еще раз говорю, логотипы компаний и символика различных мероприятий и организаций. Это все уходит корнями именно туда, в Геральдику Средневековья. Ну и, наконец, завершается книга, как и многие прекрасные книги Насти и Никиты, значит, предложением позаниматься с ребенком. То, что мне всегда очень нравится. А придумайте свой собственный герб. Почему у вашей семьи не может быть гербах? С какой стати он отсутствует, да? А можно личный герб себе создать? Каждая из нас души рыцарь, каждая прекрасная дама, кстати, дамы тоже имели герб, и в книге это упоминается, ценит свое происхождение, да, и гордится своими достоинствами, да, значит, и какими-то умениями. Вот, пожалуйста, воплотите все это в личном гербе. Вот здесь его пример. Значит, тут и компьютерные игры нашли, и отражение, и любимый велосипед. Вот его пример здесь приведен. Итак, отличная книга для занятий по истории с детьми. Подойдет даже и на чуть более старший возраст, потому что, вообще говоря, в школе все самое интересное проскакивает, как-то проскальзывает, вот это так все, все, что таило магию истории, да, загадки гробниц фараонов, рыцарские турниры, значит, прекрасные дамы, вот эти вот средневековые легенды. Мы как-то так проскочили вот прямо так бы и перешли, значит, к смене формации рабоводельческой на средневековую, средневековую, значит, там, на капиталистическую, да, и сразу в социализме. Это как-то было, ну, вот, хотя у меня прекрасные учителя истории были, и они находили время и возможность рассказать интересное, иначе бы я сейчас эти книги не читал. Так вот, хорошо бы, конечно, чтобы вот это вот, пусть выглядящая такой декоративной и внешней пышность, да, средневековья, как-то нашла отражение на уроках в школе, да, в занятиях с ребенком, потому что это необычайно красочно и необычайно запоминается, да, и очень привлекает вообще к, скажем так, к самому методу познания жизни историческому. Вот такая вот книжка «Гербы», все началось с «Рыцарей» Римма Алдонина, очень, я считаю, полезная книга по истории для младшего школьного возраста.